Как и договаривались, Дмитрий Николаевич, белорусско-российские отношения. Прежде всего, экономика. Как экономисты мы прекрасно понимаем, что без этого никаких отношений быть не может. Я знаю цифры, знаю, что и товарооборот увеличился, и положительная сальда, наконец-то, мы вышли, то есть торговля сбалансирована. Меня интересует динамика, тенденции. Вы прекрасно помните, работая в администрации правительства, какова была ситуация торговли с Россией. Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом и находясь в этом котле виднее, и вы сможете просто перечислить те направления, которые изменились. Лучшую, худшую сторону и так далее. Поэтому торговля. Мы всегда говорили, что наш успех в России – это регионы. Я вижу, наблюдаю, вы много бываете в регионах, и это правильно. К нам приезжают губернаторы, мы их принимаем на самом высоком уровне, обсуждаем проблемы. Здесь также динамика какова. Каково отношение там на местах в Беларуси, к белорусской продукции, вообще имидж Беларуси на этом огромном российском пространстве. Третье. Мы много встречаемся с президентом России, но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя и это важно. Настроения президентов всегда важны. Но тем не менее мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам. Все ли решено с нашей стороны? Есть ли какие-то вопросы к президентам и к правительствам? Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть. Нестыковки какие-то, иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях. Союзная программа. Очень кратко, много об этом говорим, но больше меня интересуют здесь конкретные программы, как мы их называли импортозамещение и так далее. Помните, до полутора миллиардов долларов Россия готова была, и я уверен, и сейчас они отказываются, если где-то не докредитовали до этой суммы. Мы готовы были выделять средства, кредитные ресурсы, для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода и американцев, и Запада, в целом, и других недружественных стран с наших рынков, ну типа микроэлектроники. Поэтому вот это направление. Ясно, что удушить нас не получилось ни Россию, ни тем более Беларусь. И это благодаря во многом тому, что все-таки мы с Россией вместе взялись тянуть этот ВОЗ. Мы используем российские направления по логистике. Это и порт, и железная дорога, автомобильный транспорт. Здесь какие проблемы? Я знаю, вы вникали и вы обязаны просто контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России. И железнодорожное направление, где там узкие места, мы договаривались с Россией, что мы разошьем их. Ну и, естественно, автомобильный транспорт, капотажные перевозки и так далее и тому подобное. И после завтра, как я уже говорил, у нас форум ЕАЭС. Хотелось бы знать вашу точку зрения, на что надо обратить основное внимание на этом форуме и переговорах в рамках ЕАЭС. Ну вы, как представитель Беларуси в интеграционных структурах, наверное, лучше других знаете ситуацию в этом плане. Ну и другие вопросы, которые более мелкие, всегда у нас были на контроле. Я знаю, вы их держите на контроле, как они решаются и в Москве, и в Подмосковье, и в целом по России. Ну вот такой комплекс вопросов кратко я хотел бы от вас услышать. Спасибо, Александр Ильич. Тогда я, наверное, также по блокам и начну. Вы абсолютно правы, в прошлом году у нас получилось переломить тенденцию с отрицательным сальдо в торговле с Россией. Впервые в истории мы и по товарам, и услугам получили плюс. В первом квартале этого года ситуацию еще более улучшили. У нас на сегодняшний день суммарная сальдо плюс 896 миллионов. И по товарам мы плюс, и в целом плюс. И в целом плюс. По услугам положительная сальдо чуть-чуть уменьшилась из-за того, как раз вы сказали в конце, из-за логистики. Транспортные услуги занимают очень большой удельный вес, поэтому, естественно, российские компании тоже воспользовались... Ну в услугах транспорт у нас. 60% это транспорт. Продолжение следует...